коллеги всем добрый день у нас 16 00 мы с вами начинаем аудитории нас не так много как хотелось бы но зато у нас очень хорошая явка по ту сторону экрана как видите из презентации мы находимся на обучении в центре специалист прим готова имени баумана меня зовут казакова светлана васильевна и я ваш буду преподаватель по данному семинару почему я веду данный семинар но надо сказать финансы это моя не то чтобы любовь это моя страсть я занимаюсь автоматизации и постановку правленческого учета бюджетирования на предприятиях в том числе оказываю консультации предприятиям которые пытаются внедрить правленческий учет самостоятельно и тема нашего сегодняшнего семинара это как стать востребованным специалистом по управленческому учету требования которые предъявляет работодатель ну нужно сказать что современный работодатель он достаточно избалован и он много чего хочет от специалистов я с вашего позволения резюме это как уже сказала пропущен а мы посмотрим добрый день проходите к нам какие вопросы мы сегодня с вами рассмотрим в нашем семинаре мы рассмотрим такие вопросы что такое управленческий учет зачем он вообще нужен на современном предприятии чем занимается специалист какого его основные функции и конечно же поговорим об обязанностях данной специальности а начнем мы пожалуй как раз таки с вакансий вот не поленилась буквально пока вы сидели уже в аудитории зашла в интернет и посмотрела а а есть ли прямо сегодня вакансии на данную должность и вы знаете обнаружила вот такое явление сейчас поделюсь это вот прямо сейчас это сайт хэндхантер и посмотрите аналитик по управленческому учету 120 140 тысяч специалист по управленческому учету 60 тысяч ну и всего посмотрите за разброс зарплат достаточно большой от 60 до 300 тысяч если далее листать то есть посмотрите 1186 вакансий аналогичный результат дает сайт супер джо посмотрите специалист отдела управленческого учета 278 вакансий тоже заработной платы разброс огромный от 50 тысяч ну и далее вот полистала до 300 тысяч доходит встает вопрос а чем же один специалист которому предлагают 30 40 тысяч отличается от другого специалиста который как видели совсем другие зарплаты и чтобы разобраться чем один специалист отличается от другого давайте вообще посмотрим а что такое управленческий учет что входит в это понятие и почему же такие такой огромный разброс смотрите пожалуйста если мы говорим с вами о том что такой управленческий учет то здесь необходимо обязательно пометить что что управленческий учет это целая система причем система носящий информационно-аналитический характер которая служит для достижения стоящих перед организацией целей и является основной частью систем управления предприятием определение достаточно скучное может быть не совсем понятное но основная цель управленческого учета это предоставить информацию информацию которая нужна менеджменту для принятия решений причем вопросов самого разного а стоит ли нам брать добавлять новый вид продукции а может быть наоборот а стоит ли нам сократить производство или наоборот на растить стоит ли нам приобретать новое оборудование а какова эффективность наша сейчас если резервы для повышения эффективности поэтому когда мы говорим о специалистах которые занимаются управленческим учетом то посмотрите управленческий учет он будет связывать процесс управления то есть то чем занимается менеджмент с учетным процессом то есть непосредственно с учетом тех или иных операций и что очень важно посмотрите пациент в процессе управленческого учета формируется с одной стороны информация для обеспечения требований управления то есть нужно менеджменту еще раз повторюсь а с другой стороны посмотрите выполняются функции прогнозирования планирования нормирования организации мотивации но и много 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 других давайте сейчас подробнее разберемся с каждой из этих функций и поскольку как раз таки вернемся к нашу вакансия посмотрим чем же они между собой отличаются сравним тот функционал который имеется у этих должностей скажите пожалуйста а кто-то уже вот из наших слушателей тех что присутствует точно либо по ту сторону экрана уже работали в области управленческого учета вот могли бы поделиться что входило в обязанности ребята из аудитории кто-то только думаем об этом коллеги а вот те кто в режиме вебинара вас намного больше уже смотрю сейчас 40 человек у нас есть подключенные поделитесь пожалуйста если работали в области управленческого учета то у нас есть сообщение так давайте посмотрим нет но хотелось бы да роман пишет коллеги а ну давайте пока тогда подождем кто вдруг кто-то из опытных ответит а я тогда расскажу посмотреть пожалуйста на самом деле почему разброс вот такой в зарплатах и в обязанностях потому что специалисты бывают разные как вы видите я вот сейчас обращу ваше внимание вот на последнее наше определение посмотрите здесь и прогнозирование планирование нормирование организация мотивация координация учет контроля анализ регулирования мы сейчас каждую из этих функций разберем подробно и а есть специалисты именно специалисты по учету которые занимаются одной из этих функций например специалистов обязанности которого входит прогнозирование это то что раньше называли знаете очень часто планово-экономический отдел то есть фактически это те специалисты которые производят расчет а что будет если их задача сделать прогноз и превратить их уже в конкретные планы есть специалисты отвечающие за нормирование это как раз таки мы наш план разбиваем на наш действительность и уже переходим фактически к операционным расходам устанавливая будь то нормы затрат будь то нормы доходов и появляются у нас нормы затрат для центров затрат нормы прибыли для центров маржинального дохода нормы получения выручки для отделов продаж которые разбиваются будь то там по филиалам по группам по наименованиям по номенклатуре посмотрите пожалуйста есть специалисты которые отвечают за привязку этих данных к мотивации это могут быть и системы кипя и разработаны как раз это чтобы вы обеспечить выполнение поставленных планов то есть у специалист по управленческому учету с одной стороны может быть крайне узкая специализация чем уже специализация тем менее заработная плата с другой стороны а конечно же требуется вот как раз таки это и есть дорогостоящие специалисты которые способны выполнять это все в зависимости от того какой спрос существует у заказчика руководителя на данный момент и он разрабатывает данные системы разрабатывает информационное поле которое далее будет уже заполнять рядовой специалист и еще одно важное качество которое ценит очень ценит современный работодатель говорю мы почитаем чуть позже вакансии это инициативность это не только когда сотрудник ждет что к нему придут а посчитай вот это а посчитай вот это а когда сотрудник занимаясь анализом работы того или иного подразделения готов находить самостоятельно узкие места и выносить на обсуждение руководителя заказчика решения возможные решения по предотвращению данной ситуации давайте с вами посмотрим вот я теперь каждую из этих функций опишу более подробно и так начинали мы с вами с прогнозирования посмотрите что входит в параметр прогнозирования прогнозирование это умение выделить на рынке как на внешнем так и на внутреннем те события которые окажут влияние ну посмотрите пожалуйста что из чего может состоять прогноз когда аналитик специалист по управленческому счету анализирует сложившуюся ситуацию мы выявляем что растет количество предположим конкурентов и мы опять же анализирую ситуацию можем предсказать это прогноз что следующем году количество конкурентов увеличится мы предположим на пять процентов а может быть наоборот связи с увеличением стоимости входа на рынок и опять же уже стать с появлением неких санкций сокращается количество конкурентов потому что не все выживают тогда мы как предсказываем это опять же прогноз сокращение конкурентной ситуации на рынке это поведение потребителя это все относится к прогнозам растет ли покупательская способность снижается появляются ли товары которые появляется повышенный спрос мода так называемая и так далее это все прогноз потому что именно на основе данного прогноза предприятие будет составлять свои планы а вот планы тогда уже когда мы составили прогноз сказали начиная того что инфляция такая спрос повысится конкурентная ситуация изменится вот таким образом там политическая ситуация вот такая и с учетом вот этих прогнозных данных мы готовы составлять планы планы компании деятельности на ближайший финансовый период которые как раз таки будут учитывать путь то рост цен либо наоборот снижение увеличение спроса понижение спроса распределение этого спроса по товарным группам по товарным единицам далее наши планы посмотрите пожалуйста так как мы их будем исполнять как я уже сказала превращаются в нормирование и эти нормы может как могут касаться как затрат так и доходов так вот посмотрите пожалуйста чего ждет современный работодатель от специалиста по управленческому учету что он будет своевременно предоставлять информацию как касающиеся буду будущего так и сегодняшнего дня далее продолжаем посмотрите организация а вот теперь когда мы говорим об организации ведь если с планированием на курсы по управленческому учету по бюджетированию приходит достаточно много специалистов которые учатся составлять бюджетом фактически финансовые планы относительного будущего но как бы не был тяжел этот труд это всего лишь картинка желаемая картинка того к чему мы хотим прийти а ответ еще обеспечить исполнение этого плана и руководитель зачастую умеет придавать как я говорю ускорение нужным сотрудникам будь то путем гнута или пряника ему необходимо иметь актуальную информацию так вот посмотрите организация исполнения нашего бюджета то есть как раз таки наших финансовых планов зависит как раз таки большей части от специалистов по управленческому учету от предварительного контроля вот недавно выпускала группу группу на курсе организации бюджетного контроля так вот для многих специалистов которые занимались повышением квалификацию то есть уже не первый год работают над профессией было откровением они несмотря на то что уже бюджетным контролем занимаются не первый год сводили бюджетный контроль к планфактному анализу то есть есть план есть факт фиксируется отклонение появляются причины но выявлять планфактный анализ с точки зрения управления уже поздно но представьте я генеральный директор вы мой специалист вот вы мне говорите светлана у нас вот за июль затраты превышена настолько продажи меньше настолько да грустно да даже если вы мне представили причины почему это произошло что я могу с этим сделать ничего это уже состоявшийся факт поэтому основная задача как раз таки по организации выполнения исполнения наших финансовых планов это предварительный контроль когда именно специалист по управленческому учету фактически получает право визирование фактически проектов договоров только мы решили договориться с нашим поставщиком о поставке будь то сырья там выполнение работ услуг тот же данный проект договора проходит сначала согласование специалист по управленческому учету он проверяет а соответствует ли цены условия оплаты там поступление выполнения работ заложенным ранее в бюджет наш финансовый план и если нет мы еще на стадии переговоров его корректируем потому что когда договор подписан уже поздно будет говорить а вы знаете у нас бюджете цена была ниже договор уже подписан его останется исполнять поэтому ожидается что специалист будет в том числе уметь выполнять контролировать исполнение бюджета далее посмотрите пожалуйста мотивация сейчас с вами посмотрим проекты документов которые могут появляться в результате деятельности специалист по управленческому учету но так как мы заняты с вами планированием то именно мы знаем с вами у каждого цифру то есть центра финансовой ответственности какие показатели пронормированы они могут быть как финансово так и не финансово плану но если скажем отдел продаж то да всем очевидно там есть план по выручке но ведь есть помогательные подразделения которые помогают нам выполнять наши финансовые показатели например кадровая служба я не могу измерить ее работу в деньгах но там будут такие показатели как текучесть кадров время заполнения освободившиеся вакансии бесперебойность работы это тоже важный показатель не будет них не будет будет финансовое исполнение если может быть это даже айти служба то там может быть такой показатель как время простое оборудование то есть не обязательно показатели финансовые так вот посмотрите пожалуйста именно специалист по управленческому учету то есть тот кто разрабатывает систему кипя и показатели деятельности предприятия отвечает за мотивацию поэтому умение разрабатывать системы кипя и привязывать конкретные должности к этим показателям тоже одно из важных характеристик специалиста по управленческому учету далее посмотрите пожалуйста координация координат зачастую в крупных компаниях подразделения находятся не только там в рамках но мало предприятия понятно мы отделы сидим в одном здании видимся в коридоре в столовой там во время обеденного перерыва есть возможность опять же участвовать участвуем ежедневно еженедельно в этих планерках есть возможность отменяться информации когда мы говорим о крупных предприятиях то зачастую производственный комплекс находится в одном географическом месте там управляющая компания в другом а там торговый дом в третьем плюс еще множество вспомогательных подразделений так вот опять же умение работать координировать работу подразделений то есть получать информацию из разных подразделений и сводить ее в единое информационное поле тоже важная характеристика специалист по управленческому учету собственно говоря сам учет ведения учета посмотрите пожалуйста и во многих вакансиях это отображается это самая широкая востребованная функция и здесь зависимостью от того чем занимается компания здесь предъявляют самые разные требования и как знания бухгалтерского учета и налогового учета и знания международных стандартов если компания готовит управленческую учетность по ним и умение работать с определенными программными комплексами если учет осуществляется путь то на базе российских программ либо зарубежных все это должен знать специалист по управленческому учету далее посмотрите контроль если когда мы говорили об организации мы с вами рассмотрели так называемый предварительный контроль то текущего контроля никто не отменял суть текущего контроля уже не на опережение как предварительный контроль который осуществляется при фактически обсуждении проектов будущих договоров проектов сотрудничества то сам контроль он уже у нас проводится по факту но не по факту понесения затраты или дохода а по факту инициации таковой но посмотрите только появилась заявка на отгрузку материалов там производства может быть поступило чуть что чаще функционал например казначейства заявка на оплату от любого из подразделений и специалист по управленческому учету тот же контролирует насколько данная заявка то есть только планируемая пока что будь то затрата будь то получение дохода соответствует нашим планам и и если есть отклонение не допустить чтобы опять же не потом по факту фиксировать что мы отклонились а не допустить такового отклонения вообще еще на стадии инициации и конечно же контроль бывает уже итоговый когда мы с вами говорим о планфактных отклонениях когда мы при помощи того же самого учета зафиксировали состоявшиеся факты и начинаем уже проводить аналитику вот как раз таки мы к ней пришли анализ анализ как существующих отклонений так и будущих возможностей это тоже важная функция посмотреть пожалуйста и именно результат анализа требуется нашим работодателям а теперь давайте посмотрим я вот сейчас откроете вакансии которые есть и посмотрим что между ними общего а что в чем они отличаются посмотреть пожалуйста и прокомментирую с удовольствием каждую из них ну давайте посмотрите как если мы с вами видим не ну достаточно средняя скажем заработная плата тут 52 тысячи посмотрите специалист отделу управленческого учета здесь не идет речь о руководителе не идет речь о специалисте широкого профиля а узкий функционал то давайте посмотрим что сюда входит и я сейчас прокомментирую посмотрите здесь у нас отдел управленческого учета и посмотрите регистрация сделок учет движения товаров в управленческой базе учет накладных затрат учет контроль остатков учет претензий расчет штраф к штрафов подготовка на периодической основе справок ну и формирование справочников то есть посмотрите пожалуйста данный специалист как вы видите вот если вспомните цепочку которую я только что рисовала абсолютно не занимается прогнозированием планированием он регистрируется только функцию учета то есть регистрирует свершившиеся факты то есть в данном случае это сделки поставщики с покупателями тут же вносит в базу чтобы зарегистрировать тот факт который состоялся обратите внимание функции анализа здесь тоже нет поэтому если возвращаться к нашей посмотрите схеме то это только один вот этот кружочек учет поэтому собственно говоря и заработная плата такая при этом посмотрите пожалуйста зарплата ниже но и функция уже и человек фактически несет ответственность только за правильность внесения базу данных никакой инициативности в данном случае оптимизации работы компании от него и не ожидается если же мы посмотрим я сейчас вернусь снова в список должностей посмотрим но предположим 50 60 давайте от 150 посмотрите а вот здесь как или вот специалист по управленческому учету посмотрите 100 130 давайте посмотрим что здесь чем это отличается ведение управленческого учета и смотрим что работодатель подразумевает под этим классификация первичных документам вот в данных участие в подготовке управленческой отчетности предоставлении информации при проведении внутреннего и внешнего аудита а далее посмотрите пожалуйста актуализация на периодической основе фактических данных по данным управляющей компании финансовых моделей бизнес-планов отчетов о выполнении то есть посмотрите здесь уже ведется и плановая работа и требуется умение построить финансовую модель то есть фактически разобраться а как работает бизнес если предыдущем случае вот у меня есть накладная моя задача ее идентифицировать внести систему ну и потом собственно посчитать а сколько всего было там закуплено потрачено опять же поступило то здесь посмотрите уже идет планирование причем вплоть до составления финансовой модели то есть понимание как работает наш бизнес что откуда знаете как говорят что откуда актуализация а они меняются то есть данном случае откуда вытекает куда течет что поменялось если поменялись наши нормативы то есть изменилась будет то цена закупки цена приобретения то происходит как раз таки актуализация этой модели то есть посмотрите пожалуйста и тут же предоставление детальных фактических данных по проектам опять же подготовки готовых бюджетов инвестиционного анализа и оценки новых проектов анализ затрат то есть от это этот человек уже посмотрите если опять же возвращаемся к презентации он занимается не только учетом но вот здесь у него есть и он участвует в планировании в координации и в анализе то есть спектр намного шире далее давайте хотел еще одну вакансию показать посмотрите давайте сейчас я эту вакансию закрою руководитель отдела давайте посмотрим зарплата даже не указывается но специально писала дождалась ответа тут более 200 тысяч а вот теперь посмотрите пожалуйста в чем отличие чем отличается эта вакансия контроль за корректным отражением контроль понятно а вот теперь посмотрите составление консолидированной отчетности анализ и посмотрите подготовка пояснений то есть не только учет собрать но и уже анализ осмысления этих цифр подготовка пояснений для руководства то есть комментариев а что за этой цифрой стоит а чтобы написать такой комментарий нужно чтобы специалист сам в этом разбирался не просто цифру внес не только учет а появляется на управленческий учет далее посмотрите расчет коммерческого обоснования коммерческих проектов расчет окупаемости то есть тоже нужно не только специалист линейного уровня как раз таки скажем с первой вакансии которые мы рассматривали он подготовил расчеты а вот здесь теперь необходимо экономика принять решение подготовить экономическое обоснование насколько целесообразно не целесообразно выполнять ту или иную работу либо посмотрите экономические расчеты по запросу руководства анализ данных на корректность ну и как видите тут анализ анализ сбор контроль ведения реестров и посмотрите разработка и совершенствование отчетов совершенствование процесса то есть вот здесь уже ожидается инициатива что человек не только умеет это делать но и понимает как это оптимизировать и это становится вдвойне важно потому что коллеги моя практика показывает что безусловно нужны люди которые умеют заниматься учетом которые работают по запросу то есть а сделай мне вот это посчитай вот это а рассчитай вот это такие специалисты на рынке нужны но как видите заработная плата в среднем составляет до 8 до 60 80 больше на не бывает линейных специалистов а вот если вы хотите именно делать карьеру в сфере управленческого учета то тогда необходимо чтобы специалист вообще понимал как работает бизнес потому что нужно понимать что стоит за этим цифрами от чего зависит продажа это а продажа зависит это не только формула количество умножить на цена но это и множество маркетинговых факторов а от чего зависит затраты это и понимание загрузки производственной линии на конкретно предприятие возможные риски простое человеческого фактора и зависимость от сырья поэтому посмотрите вот недавно коллега рассказывала на одном из занятий по управленческому учету под впечатлением прочитала детскую книгу фэнтези вообще там знаете такая ситуация главный герой сидит в ресторане ожидая другого героя и чтобы не вызывать подозрений у официантов делает заказ изменил выбрал какое-то там блюдо из лосося и когда ему этого этот лосось принесли там такой комментарий а лосось оказался обычный с консервной банки а потом мне понравилось что когда герои подали счет мысль обращаем внимание детская фэнтези мысль главного героя видимо в прыжке из консервной банки на тарелку лосось набрал 300 процентов рентабельности вот посмотрите специалист который пришел на работу вот чтобы проявлять инициативу чтобы повысить свою стоимость на рынке именно управленческого учета он должен четко понимать а вот на этом конкретно взятом предприятии где происходит вот тот прыжок на котором предприятие зарабатывает что это обработка сырья и производства продукции это перепродажа продукции если мы торговая компания зарабатывания там скажем на дилерской скидки или это на том что мы занимаемся комплексными поставками аккумулируя своей компании продукцию разных поставщиков на услугах на сервисе на чем зарабатывает компания и только понимание а как тикает тот или иной бизнес как он работает где говорю еще раз повторюсь вот этот прыжок рентабельности только тогда специалист может быть эффективным только тогда он может выносить конкретные решения рекомендации и вы знаете вот вижу что напишут наши слушатели знаете захотелось что показать на курсе на обычном стандартном курсе основы управленческого учета бюджетирования когда проходим тему релевантные нерелевантные затраты решаем с со слушателями задачку задачка очень простая есть предприятие есть его планы на текущий год есть данные от затратов есть данные о ценах и ситуация что приходит заказчик просит произвести энное количество продукции дополнительно к программе производства но и цена значительно рыночной и вопрос задачки нужно ответить а стоит ли браться за данный заказ или лучше отказаться от него так вот сейчас открою файл с решением задачки и покажу как выглядит как по-разному может выглядеть ответ не поленюсь найду в excel решаем задачку и на цифры сейчас обращать внимание не буду покажу вот что посмотрите пожалуйста ну есть некие 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 цифры и какой результат результат в одном случае считаем а что будет с предприятием если он они заказ предприятие заказ не берет то по плану имеют 417 тысяч долларов чистой прибыли если заказ берут то посмотрите пожалуйста получается ну помимо своих 417 предприятия несет дополнительные затраты на производство и в итоге получает 428 тысяч долларов прибыли то есть на 11 тысяч долларов больше и вся группа тут же в один голос говорит да так как вопрос стоит собственно говоря ну вот справа требуется определить стоит ли принимается спецзаказ или лучше от него отказаться так вот вся группа как правило тут дружно же кричит конечно заказ нужно брать коллеги это ответ экономиста специалиста по учету если это начальная стадия это те вот 50 60 тысяч если мы говорим о востребованном специалисте о профессиональном специалисте по управленческому учету то его рекомендации этим ограничиваться не будут почему потому что он понимает как работает бизнес и он сделает много много оговорок и всегда в частности своих специалистов на работе и студентов учу уж если вы даете своему заказчику рекомендации неважно устно подчеркиваете если письменно то прям жирным шрифтом и подчеркивание пишите с экономической точки зрения то что бизнес это не только экономика и вот например данной задачке сейчас покажу что какой рекомендую давать ответ что да с экономической точки зрения заказ следует принять так как он приносит компании дополнительно 11 тысяч прибыли при этом а далее идут оговорки прошу коммерческую службу дать заключение что заказчик является новым и его объем не учитывался при планировании о чем идет речь посмотрите ведь мы запланировали вот здесь 410 тысяч изделий произвести а тут дополнительный заказ за 30 тысяч на 30 тысяч ведь если наш отдел маркетинга наш отдел продаж коммерческая служба работали хорошо то они знают все потребности они это запланировали и тогда фактически вопрос звучит не так нужно брать заказ или нет а стоит вопрос настоять на том чтобы продать по плановой цене или дать скидку потому что одно дело если это доп заказ прибыль увеличивается а если это уходит из основного заказа да то есть мы уже это запланировали тогда история будет совсем другая тогда вопрос фактически звучит ну если в этом примере продать по 4 или продать по 245 конечно по 4 тогда ответ будет другой даже если коммерческая служба дает заключение что это новый клиент новый заказчик которого раньше который раньше с нами не работал тогда просим службу маркетинга дать заключение а емкость рынка позволяет употребить этот объем ведь посмотрите существует множество ограниченных рынков ну например на рынке b2b то есть когда бизнес работает с бизнесом таких ограничений очень много но представьте например мы производим что не давайте редкое бурильные установки для добычи нефти там в атлантическом шельфе конечно же как производитель мы с вами знаем что таких компаний которые могут это делать но пальцев на одной руке хватит во всем мире но вы думаете вот и мы конечно знаем моих планов но предположим что в следующем году нужно 5 установок так как вы думаете мы получим заказов на 5 установок нет между производителем и потребителем существует широчайшая прослойка предприятий которые зарабатывают на другом на монтаже на сервисе на поставках запчастей на там технике технологическом консалтинге и так далее и каждое это предприятие пришлет нам заказ на эти пять установок и будет конечно просить скидку но мы же с вами понимаем что мы получив 20 заказов по 5 установок от этого рынок не вырос до 100 установок их конечно потребителю как нужно 5 там 5 компаний по одной так и осталось и если я одному из своих заказчиков даю скидку то что происходит с остальными продажах есть такой термин отвалились потому что один тендер выиграл остальным уже не надо тогда опять же получается то что емкость рынка была ограничена их нужно было 5 установок так вот если опять же в этой задачке емкость рынка ограничена то возникает не 11000 опять же мы тут сюда продали а там они выбрали наши другие клиенты продадут меньше далее посмотрите в этой же задачке был такой параметр как маржинальная рентабельность и по основному ну по новому заказу она ну в связи с тем что продам дешевле она намного ниже опять же стоит вопрос новый заказ новые деньги мы их где-то берем вопрос где если это наши акционеры то на каких условиях они нам эти деньги дают зачастую многие акционеры работают на условиях обеспечения определенной рентабельности но лежат у меня вклад там до в швейцарии под некий процент уж если я деньги извлекая вклад в бизнес я хочу получить больше процент значит в чем выгода и еще один момент посмотрите пожалуйста но вот в этой же задачке в ретиповая цена была 4 доллара а новый заказ по 245 скидка фактически почти что 40 процентов вот я представьте ситуацию конец года наши партнеры на неком корпоративе общаются между собой наш новый партнер у других спрашивает а вы почему покупаете нет на по 4 метров редиски а мне по 245 отдают как себя ведут наши старые партнеры конечно же они требуют такой же цены более того портятся отношения деловые связи репутации и так далее поэтому посмотрите пожалуйста вот на эту задачку конкретную задачку ответ который рекомендовала слушать им звучал так что с экономической точки зрения данный заказ принять нужно так как он позволяет получить нам дополнительно 11 тысяч долларов чистой прибыли при этом прошу коммерческую службу дать заключение что заказ является новым службу маркетинга подтвердить что емкость рынка позволяет увеличение рынка в этом случае до 440 тысяч единиц финансовую службу дать заключение что маржинальная рентабельность 15 процентов является приемлемой для получения денежных средств а юридическую службу обеспечить конфиденциальность данной сделки так как скидка является существенным вот этот ответ не бухгалтера не экономиста не учетчика а именно специалиста по управленческому учету квалифицированного потому что это правильный учет это не только учет это и управление он понимает как работает бизнес и его рекомендация захвачивает все сферы от прогнозирования планирования и до регулирования вот такие специалисты они востребованы рынком их как правило работая с заказчиком с руководителем тут же выходит руководитель там будь то на повышение в другую компанию забираются с собой потому что это те люди которые придя на место разбираются в том бизнесе в котором они начинают работать на уровне помощник руководителя и это дает им возможность давать вот такие рекомендации поэтому коллеги у нас время к сожалению подходит концу на самом деле но покажу успею показать забавную картинку современный специалист по управленческому учету это вот такой вот многорукий многофункциональный специалист который разбирается и в маркетинге и в продажах и в учете причем в учете персебупы мсфо знает методы налоговой автоматизации и умеет работать с различными программными средствами и при этом инициативен не ждет пока ему зададут вопрос поскольку вопрос руководитель знал бы о чем спросить он сам спросил а который инициативен и готов выдавать рекомендации по оптимизации бизнеса будь то ассортимента способов сотрудничества экономического сотрудничества нашими поставщиками я имею изменения форм оплаты отсрочки авансы привлечения дополнительного финансирования опять же при использовании различных финансовых инструментов вот такие специалисты они востребованы и дорогостоящим на рынке при этом хочу обратить внимание что в центре специалист существует программа посмотрите именно подготовки специалист по управленческому учету эта программа переподготовки и она включает себя курсы которые не только которые являются действительно учетами это дипломная программа специалист по управленческому учетом а посмотрите пожалуйста она состоит из нескольких курсов и начинают вы удивитесь наши специалисты с изучением Microsoft excel уровень 2 почему потому что все последующие курсы проходят на базе этого программного продукта свое время мы обсуждали с руководством центра хотели применять одну есть множество сейчас достойных продуктов для бюджетирования финанализа а затем пришли к выводу остановились на excel почему потому что программных продуктов много с чем столкнется наш специалист на конкретном предприятии угадать ну это теория вероятности и а знаете что все программные продукты их задача ведь облегчит нашу нашу жизнь жизнь мы ввели затраты раз они нам программный продукт результат выдал ввели необходимые условия и инвестиционный проект расчет инвестиционный анализ готов и зачастую специалист теряет квалификацию не понимая а как одно проистекло из другого ну часто на курсах бывают финансово-аналитики из банковской системы так вот связи с тем что стоит скоринговые программы они внесли информацию им уже заключение выдала и вы знаете зачастую не умеют рассчитать даже такие простые коэффициенты там как ликвидности не понимают что за этим стоит так вот excel мы оставили для финансистов для того чтобы создав проводя анализ готовя бюджеты специалист мог своими руками создать взаимосвязи форме понимая как одна форма связана с другой что происходит с затратой что происходит с доходом и после excel когда вы сами выстроили всю финансовую модель любой программный продукт для вас намного легче вы фактически видите изнанку этого программного продукта ну а далее посмотрите какие курсы идут основы экономики для руководителей менеджеров специалистов основы пух учета без этих знаний специалисты по управленческому учету не обойтись потому что придет придется фактически координировать данные получать вводить в целостную систему данные получаемые как из бухгалтерии о состоявшихся факте из плаванного экономических служб о планируемых данных поэтому владение терминологии основной терминологии знания основ того же дебет кредит актив пассивы безусловно необходимы конечно же умение составлять отчетность а далее посмотрите пожалуйста так как у нас будет том числе с вами физический управленческий учет мы с вами сказали должен уметь делать и прогнозирование и готовить планы то посмотрите есть подготовка и защита бизнес плана основы управленческого учета функциям контроля посвящен курс организация бюджетного контроля весь анализ мы изучаем анализ финансового состояния расчета все коэффициенты и итоговый курс который завершает данную дипломную программу это управленческий анализ аудит это самый длинный курс программе в рамках которого рассматриваются не финансовые аспекты деятельности предприятия это и аудит систем мотивации и аудит набора персонала и аудит маркетинговой стратегии предприятия и аудит производственной программы потому что специалист по управленческому учету должен понимать как не финансовые показатели влияют на итоговые результаты предприятия с расписанием и стоимостью дипломной программы можно ознакомиться как на нашем сайте как видите достаточно часто начинается то есть как правило даты специалист по управленческому учету вот программа стартуют каждый месяц дипломной программы наши специалисты с довольствием вам ответят на все вытекающие вопросы а мне осталось коллеги спросить какие есть вопросы может быть у кого-то с удовольствием проконсультирую ближайшее трудоустройство вплоть до того что могу поделиться что чаще всего спрашивать на ки аспекты обращают внимание может быть кто-то уже проходил тесты или вот видел описание вакансии хотелось бы знать а что стоит за той или иной терминологии работодать коллеги смотри пожалуйста вот когда перед тем как вы пришли мы читали как раз таки конкретные вакансии смотри пожалуйста здесь не только управленческом учете идя на любое собеседование абсолютно по любой должности необходимо изучить описание вакансии посмотрите если вы открываете описание вакансии и вы видите какие требования и какие будут обязанности то ваша задача убедить работодателя что вы умеете выполнять именно это но посмотрите вот здесь идет формирование отчетности консолидация здесь вот о прогнозировании абсолютно нет об анализе нет то есть в данном случае четко требуется знание практических основных аспектов посмотрите ну собственно варяну вот тут и видны собоум с фо то есть тут наверняка если будет собеседование будут наверняка конкретные задачки то есть умение делать проводки именно сводить и готовить основные формы поэтому вы делаете акцент на этом а если вы читаете в описании вакансии и ну вот все специально посмотрю там кардинально другая там где-то была автоматизация а вот отдела бюджетирования специалист отдела бюджетирования посмотрите пожалуйста обязанности сбор информации участие в разработке формирования плановых контроль соблюдения вот здесь уже посмотрите пожалуйста в требовании никакого мсфо не требуется уже да потому что здесь вот именно сбор первичной информации и на основе этого бюджетирования поэтому здесь конечно же плюсом будет если вы расскажете о том что вы уже участвовали в бюджетировании умеете формировать операционные тактические бюджеты сводные формы и так далее на умение знания коллеги вы знаете на самом деле а сейчас может быть скажу криминальную мысль если вы хотите получить эту работу ведь посмотрите пришел ко мне соискатели да у меня есть вот трудовая книжка там описано работал экономистом это настолько широкое понятие на том предприятии экономист одним занимается другом другим расскажите мне что вы умеете делать то что здесь написано и придя к одному работодателю вы вполне можете сказать знаете в данном случае если вы готовы действительно это делать рассказывать да в жизни вы может быть 20 процентов времени всего этим занималась тут сделайте акцент что я занималась бюджетированием умею то 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 но потом уже о том что в том числе вы строили ну не знаю там какие-то отчетные формы а вот в предыдущем случае да я занималась подготовкой отчетных форм то есть акценты смещайте пользу запроса работодателя что просит то и рассказывайте валентина спрашивает финансовая модель это что подразумевает это непосредственно бюджет с пояснениями или что будет если коллеги посмотрите пожалуйста финансовая модель зависимости от условий задачи потому что если мы говорим финансовая модель продаж то это в данном случае зависимость выручки и маржинальной прибыли от ассортимента если мы говорим действительно финансовая модель бизнеса то фактически это действительно бюджет потому что нам нужно учесть все доходы все вытекающие отсюда расходы как постоянные переменные и выяснить как зависит прибыль от изменения то есть это будет она из критической точки расчет порога рентабельности тогда это будет финансовая модель если мы говорим о новом направлении бизнес проекта с анализируем бизнес-план то там классический финансовая модель это классика мы с вами знаем прибыли от дохода минус расходы доходы это количество умножить на цена ну понимаем расходы это постоянные и минус количество умножить на цена затраты на производство единицы поэтому составление вот этой финансовой модели для расчета точки безубыточности срока окупаемости поэтому вален все зависит от того какая задача финансовая модель чего делаем работы подразделения направления бизнеса предприятия коллеги какие есть еще вопросы и ничего не спросите ведь приходили ведь зачем-то было что-то больное на что искали ответы я заканчивала кадровой работой со временем не завтра что у нас на году когда в духовной классе в учебном центре и аукцион все равно больше идет на кадровый учет на кадры то есть выбирают кадров таких которые будут подходить беспрекословно выполнять все действия но как сохранить себя то есть свое я то есть что именно тебе нужно как ты коллеги и я знаете я к работе отношусь знаете как фактически это к этому нужно относиться как к браку я имею ввиду для женщин замужества мужчины в женихе на работе мы проводим как минимум 8 40 часов в неделю мы свои семьи зачастую ведь меньше чем то время которое мы проводим на работе и если это моя личная точка зрения не как бы не никому не хочу навязывать уж если насиловать себя и каждый день идти на нелюбимую работу заниматься тем что ты не хочешь это вы знаете но поскольку обучаю руководители консульта являюсь консультантом золотите ручку сейчас сразу всем расскажу это через три года вы заработаете сильнейший стресс апатию после стресса запустятся все химические необратимые к сожалению биохимические реакции организма то есть изменение гормонального фона которое выльется в изменения с работ работы сердца поджелудочную пойдет и пойдет вы сократите свою жизнь вам нужна такая жизнь моя точка зрения что нет и уж если да деньги нужны все мы идем на работу зарабатывать деньги при этом работа должна нравиться поэтому посмотрите с точки вот если говорить о нашей теме специалист по управленческому учету почему сделала акцент что специалисты бывают разные если ваша задача вот на сегодняшний день приоритеты ваши семья там саморазвитие работа нужна ну а кому она мешает да пусть будет тогда выбирайте работу там где требуется фактически учетчик где четко прописан один узкий участок вот из нашей схемы например там учет фиксация там расчет отклонений это означает вы пришли с десяти до пяти вам сказали вы сделали спокойно ушли вы не идете с этим домой думая как сделать это лучше но если на данном жизненном этапе ваша задача как раз таки карьерный рост развитие именно в профессиональном плане то сидя учитывая некую операцию это нужный полезный труд а но он не даст там такого толчка саморазвития тогда нужно выбирать те вакансии которых как раз таки есть разработка совершенствование организация потому что там ваше мнение будут спрашивать там от вашего фактически в ваша самооценка будет профессионально я имею ввиду развиваться россии потому что от вас будет зависеть многое от ваших предложений вы имеете возможность то что есть оптимизировать предлагать поэтому тогда мы обращаем внимание на эти вакансии поэтому все зависит от вас и подбор работник это обоюдный процесс предприятие ищет работника который подойдет к ним к нему а вы ищите работодателя который удовлетворит ваши интересы а это говорю не только деньги это и для кого-то саморазвитие а для кого-то поближе к дому чтобы для кого-то возможность ну не знаю уйти в любой момент если маленький ребенок детском саду то есть малая ответственность поэтому ищите то те потребности которые вам ну чего вы смеетесь есть сотрудники которые говорят мне нужна работа и расти хочу а тогда знаете нужно расставить приоритеты на данный момент деньги вы знаете дети они к счастью или к сожалению они вырастают они не пожизненно в детском саду поэтому здесь расстановка приоритетов да коллеги а теперь посмотрите у нас есть еще вопрос насколько реально получить работу если способности к аналитике но нет практики как специалиста работу получить реально но при этом в линейной должности если потому что как правило везде где требуется именно вакансия аналитик там того-то 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 то везде ну во всех солидных организациях когда я участвую в собеседовании мне не важен не опыт работы умение решать поставленные задачи и как правило собеседование производится в виде кейса то есть есть пожалуйста вот они задачки будь то кейс либо ну вплоть до того что задачи в excel найдите мне решение то что аналитика я не ожидаю вот если линейная должность инициативы я ожидаю быстрого анализа имеющегося массива выводы заключения и роман просит можно кратко про инвестиционный анализ вы имеете ввиду роман курс инвестиционный анализ если про курс инвестиционный анализ коллеги то берутся берется аналитика о предприятиях и как раз таки делаться их анализ инвестиционной привлекательности а методы оценки инвестиционных проектов этого сейчас как продолжность в описании вакансии то что звучало да да методы оценки инвестиционных проектов коллеги посмотрите да безусловно большинство предприятий вынуждены выживать зарабатывая на себе на покрытие расходов и остается там для собственников прибыль при этом существует предприятие которые стоялись на рынке имеют свободные денежные средства и конечно же любое предприятие ну ну собственник владелец этих денег он не хочет как царь кощей над этим зла там чахнуть он хочет чтобы деньги размножались приносили новые деньги и готовы сейчас производится и множество онлайн-площадок инвестиционных проектов когда новый бизнес ищет инвесторов инвесторы ищет бизнес и инвестиции ярмарки инвестиций проводятся так вот посмотрите пожалуйста инвестиционный анализ заключается в том что необходимо оценить инвестиционную привлекательность проекта проекта оценивается она с двух точек зрения первое это а сколько денег я получу уж если на пальцах сколько денег я получу на каждый вложенный рубль ты сколько от меня дал должно сколько я получу когда потому что я могу получить понимаете много но через пять лет а могу пять лет частями получать то есть сколько я получу когда и не менее важно инвестиционном анализе всегда третий фактор риски каковы при этом риски потому что как правило чем меньше риски тем меньше мы зарабатываем кто-то предпочитает модель да вот здесь риска нет я лучше пять копеек наверняка а здесь да там миллионы на финише но при этом есть вероятность что-то может не срастить мы разрабатываем что-то новое то есть вероятность но риск что это не будет разработано не понравится потребителю тоже существует этого никто не отменял поэтому третье слогами инвестиционного анализа всегда это оценка рисков коллеги еще вопросы смотрю вебинаристов нет пока да вы знаете сейчас сейчас отвечу посмотрите если брать классический обозначение этих понятий управленческий учет это игра а что будет если анализ хозяйственной деятельности опять же в классическом понимании это анализ фактом вот у меня есть некий факт что мы имеем и мне нужно проанализировать а какова наша опять же говорю ликвидность платежеспособность эффективность рентабельность и так далее какие есть пути а при этом посмотрите пожалуйста коллеги на работе не спорте с начальством если они в это понятие вносит подразумевают под этим что-то другое ну надо тогда выяснить что входит в это понятие и говорить на одном языке с вашим заказчиком классическом понимании управленческий учет это планирование и седьмой сейчас фиксация факта хозяйственная деятельность также как бы учет это фиксация уже анализ прошлого состоявшегося коллеги если еще вопросы я благодарю вас за то что вы нашли время к нам прийти всего вам доброго и надеюсь до встречи центра специалист на наших курсах ой чего я только не виду я сейчас я ну ладно запись потом наши менеджеры обрежут я та еще сказочница у меня главное направление конечно это финансы это вот как раз таки анализ на состоянии предприятия практикам по финансовому анализу управленческий учет дуджетирования бюджетный контроль практика по управленческому учету это вот основное направление но так как я владельцем работу с руководителей а у меня еще 2 направление и там� marsman то есть я веду курс для руководителей руководителей высшего и среднего звена руки структурного подразделения ну и еще одно направлении оно прямо потектор из первых двух это так называемые soft skills, развитие, это начинают эффективные переговоры, жесткие переговоры, тайм-менеджмент, стресс-менеджмент, такие у нас тоже есть. Поэтому на все приходите. Коллеги, посмотрите, пожалуйста, на доске сейчас есть телефоны, прямые телефоны наших комплексов, в которых идут данные программы, программы специалистов по управленческому учету, можно звонить нашим менеджерам напрямую, можно к ним обращаться, они с удовольствием всегда вам все подскажут, расскажут, если вдруг сами вы на сайте не разобрались. Ну и еще разочек, благодарю вас за участие в курсе, и до новых встреч в центре специалистов. Спасибо. У нас центр специалистов, он один, у нас 9 площадок по всему, этот комплекс белорусский, есть комплекс там на Бауманской, на Радио. Сейчас есть письмо? Конечно, конечно. Вот посмотрите, прям вот дверочка открыта, администраторская, там есть менеджер, они на все эти вопросы могут. Вот видите, открытая дверка, справка, справа. Дальше, дальше, дальше и направо. Да, да, конечно. Тайм-менеджмент. Это курс очень обширный, то есть... Нет, он двухгневный, 16 часов, двухгневный курс. А то я вот как-то вот, мне сложно немножко... Время организовать? Да. А почему сложно? Не знаю. Я очень хотела давно на этот курс, сейчас буду узнать, когда ближайший. Может быть, самая... Приходите, да. Заходите в администрацию, они вам покажут, да? Забират. Анна Васильевна, очень меня поздравится. Почему? Я рядом здесь работаю. Замечательно. Я нашла в пятницу вечером, директора нет сегодня. Ну, правильно. Ну, нужно учиться. Учиться. Я давно не училась. Знаете, это очень интересно. Всего нам всего 7 лет, при всем моем возрасте. Я училась подряд, наверное, лет 30. Ну, начиная со школы. А теперь перерыв, да? Вот, был небольшой перерыв, да, дети пошли в школу, в оба. И сейчас вот 8-9 класс. Вы знаете, я с таким удовольствием вас слушаю. Вы знаете, я понимаю, насколько я люблю учиться, насколько я хочу учиться. Я много чему училась. Вы знаете, учеба... Как же актуализировать свои знания? Приходите. Вы знаете, на самом деле учеба вот в заведениях, когда уже не вуз, она, знаете, чем отличается? Во-первых, это не только педагог. Это коллеги, которые уже работают в отрасли. Да, мне очень нравится. Знаете, начинаешь смотреть на переменках, общаются, потому что, ну, собираются экономисты, бухгалтера, финансисты, руководители приходят. То есть люди, которые по-разному смотрят на один и тот же предмет. На работе мы зачастую варимся в узком сегменте. Да, и опять же, в сегменте у нас так принято. Нет возможности заглянуть. А тут приходишь на один курс, а там 20-30 человек, и каждый, ну, со своей точки зрения, должности, со своими отраслевыми особенностями. Потом, опять же, говорю, так как и бухгалтер, экономисты, финансисты, руководители с разных точек зрения на один и тот же аспект. Иногда, знаете, вот интересно послушать сам факт обсуждений принятия. Знаете, я вот привыкла по всем вопросам всегда иметь собственное мнение. Это важно. И мне всегда хватало знаний. А сейчас я хочу, знаете, как актуализировать. Вот реально актуализировать просто знания. Потому что все равно все меняется. Ну, не все аспекты. Появляются новые аспекты. Да, вот я говорю, аспекты появляются. То, что кардинально прибыль у нас как было дохода минус расходы, так и осталось. А появляются вот именно аспекты... Умненькие девочки, которые вот только сейчас, вот, как сказать, набрали все опыты. Да, и не хочется выглядеть, прошу, так сказать, это вас не касается, калоши просто рядом с ними, со своими старыми знаниями. Хочется актуальными. Красивые слова. Терминология. Терминология, понятийный аппарат. Вот я хочу вот этого. Приходите. То есть я люблю новые мотоциклы, я люблю, так сказать, все новое. Но вот в работе я вот там вот... Вы знаете, если вот по терминологии, приходите на основу управленческого учета бюджетирования, тогда из этих курсов возьмите. Он как раз у нас такой, ну, самый новый со всеми вот современными... Потому что если идти на финанализ, там это классический взгляд, это классика. А вот модерн у нас это основа управленческого учета бюджетирования. Просто будучи, ну, скажем так, отставленным аудитором там с 93-го года и все прочее, я иногда попадала в... Сейчас, одну секундочку. Коллеги, спасибо вам большое за такие теплые отзывы. Так как вопросов нет, я тогда вебинар закрываю. Всего доброго. До свидания вам.